За побои и грабежи своей 70-летней матери истязателя ждет тюрьма. Подробности этой истории расскажем прямо сейчас. В октябре в Избестовский отдел полиции обратилась женщина с заявлением, в котором написала, что сын ее избивает. В ходе расследования было установлено, что он не только занимается рукоприкладством, но и открыто похищает ее пенсионные деньги. Как оказалось, сыну, которая жестоко обращалась со своей матерью, 29 лет. Несмотря на молодость, за его плечами около 10 лет, проведенных в местах не столь отдаленных. Он не раз был судим за тяжелые преступления, в том числе и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Последний раз он освободился в апреле 2015 года. Сын, когда вернулся из мастерства свободы, стал проживать совместно с матерью. С апреля он нигде не работает, ничем не занимается, кроме как распитие спиртных напитков. На распитие спиртных напитков ему нужны деньги. Данные деньги он стал вымогать у своей матери. Так как мать не согласна была содержать своего сына, который, в принципе, здоровый парень, 86-го года рождения и вполне может работать, зарабатывать себе на существование, то отказывала в деньгах. За это он стал ее избивать. Полицейскими были установлены многочисленные эпизоды преступных деяний мужчины в отношении матери. В пьяном виде он избивал ее в своей квартире, убил не только кулаками, но и пускал в ход ноги. В результате следственным отделом возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Это 117-я часть 2-я, систематическое нанесение побоев, то есть истязания. И 161-я часть 1-я. Несколько эпизодов это по фактам того, что он отбирал у нее деньги. Женщина пыталась от него деньги прятать и в карманах своих одежды, и в носках, отдавала соседям, просила, чтобы они не отдавали ему. Но он все равно путем ее избиения, домогательства, как говорится, добивался своего и отнимал деньги. В настоящее время преступник находится под подпиской о невыезде. В дальнейшем дело будет направлено в суд. Уголовным кодексом предусматривается наказание за совершение преступления до 7 лет лишения свободы. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.